Это почти самый центр Иваново, улица Маяковского. Кругом многоэтажки и частный сектор. Сложно поверить, что в этих аварийных гнилушках еще продолжают жить люди. Здания не заброшенные, на несколько квартир, но с печным отоплением, без канализации и газоснабжения. Единственное благо, в доме есть холодная вода. За год полгода не бывает воды. Потому что в основном зимнее время, когда минус начинается на улице, получается, что воды нет вообще. В таких нечеловеческих условиях в этом деревянном строении несколько лет проживает Алексей Кулдышев. 50-летний мужчина делит жилье с матерью, которая по состоянию здоровья не выходит на улицу. Алексей говорит зимой в доме стужа. Протопить старое здание почти невозможно. В квартире две печки и обе разваливаются. Найти мастера на подобные работы не получается, всетует мужчина. Управляющая компания, гарант сервис на его жалобы на отсутствие тепла и воды не отвечает. Ну вот сами посмотрите, вот такие вот дыры с печей, да, огонь, ну можно сказать, что его видно просто, как бы здесь задымление идет. Так что здесь без противогаза находиться во время топки печей нельзя. УК Гарантсервис взяла под опеку деревянный дом еще 4 года назад, утверждает Алексей. С того времени управляшка палец о палец не ударила. Стены трещат по швам, фундамент проседает. В прошлом году Ивановская администрация этот дом наконец-то признала аварийным. 4-го, по-моему, числа этого месяца приезжал представитель управления ЖКХ города, девушка пофоткала здесь все, посмотрела, сама дом пофоткала. Будем решать вопрос якобы с подведением сюда отопления в виде природного газа. Также, по словам Алексея, крысы и бомжи замучили. Местные власти предлагали ему с матерью перебраться в другое жилье. Вариантов было несколько. Все, как он утверждает, оказались неприемлемыми. Или без должного ремонта, или с плохими условиями. Мол, менять шило на мыло смысла нет. Тем не менее, в мэрии сообщили, сейчас продолжают искать ивановцам очередное жилье. Вызволить семью из полуразвалившейся лачуги у чиновников пока не получается. Владимир Еремин, Дмитрий Добыш, телекомпания БАРС.